Всем привет! Добро пожаловать на канал VTN Team. Сегодня пойдет речь о самом лучшем планшете 2017 года. Друзья, я протестил большое количество девайсов в этом году. И вот сейчас уже октябрь 2017 года и не планируется выход каких-либо новых планшетов, которые просто превзойдут все ожидания, потому что основные производители все уже повыпускали свои планшеты. И на сегодняшний день я могу сказать, что самым лучшим планшетом является вот этот планшет. Это iPad Pro 10.5 дюйма 2017 года. И как по мне это лучший планшет из всех, который когда-либо я держал в руках. Сейчас я попробую вам аргументами, теми вещами, которые я в процессе тестирования данного девайса был удовлетворен, доволен. А также я могу сказать, что этот планшет не идеальный. Я вам скажу некоторые минусы. Плюс ко всему, по итогу этого видео, прошу, пожалуйста, выскажите свое мнение в комментариях. И убедили ли вас мои аргументы или нет. Итак, номер один. Первая вещь, которая мне нравится в данном планшете. Это высокое качество сборки и материалов. Планшет имеет металлический корпус. На передней части очень приятное стекло. Оно хорошо водится. Палец по этому стеклу очень хорошо скользит. И плюс ко всему, имеет олеофлопное покрытие. Поэтому протереть данный планшет не составит труда. Вот просто беру, протер и все. Приятненько смотреть. Итак, следующий момент, который мне нравится в этом планшете, это экран. Он здесь 10,5 дюйма. С разрешением 2224 на 1668 пикселей. Это средняя плотность пикселей где-то 265 пикселей на дюйм. И могу сказать, что на этот экран очень приятно смотреть. Мелкий текст не смотрится зернистым. Даже вот в том же самом Samsung Galaxy Tab S3. То ли там пентайл, то ли там еще что-то. Какая-то технология, которая зернит мелкий текст. Несмотря на то, что там тоже высокое разрешение. Здесь этот мелкий текст смотрится просто потрясающе. Читать, смотреть, изучать. Вообще, этот экран, конечно, достоин уважения. И плюс ко всему, в этом году компания Apple повысила герцовку у этих экранов. И теперь они стали еще более плавные. Что весьма приятно. Ну и, конечно же, цвета, контрасты. Плюс ко всему диапазон яркости. Максимальная яркость очень яркий. На солнце смотрится он хорошо. И минимальная яркость в темное время суток в помещении тоже смотрится потрясающе. Поэтому экран просто заслуживает внимания, уважения и так далее. Ну, любой человек, который хотя бы вот раз держал этот планшет и тестил, смотрел. Я уверен, что вы не останетесь равнодушными к экрану этого планшета. Следующий момент, который тоже весьма-весьма впечатляет. И он просто меня, знаете, потряс. В том плане, что я не ожидал такого. То есть, я знал, что планшеты Apple быстро работают. Да, ну вот настолько быстро, настолько качественно. Здесь уже шестиядерный процессор, 3 гигабайта оперативной памяти. Ну, по постоянной памяти это 64, 256 и 512, но не в этом суть. Суть в том, что планшет работает очень быстро, очень плавно. Тянет любые приложения. Можно монтировать и рендерить 4К видео на данном планшете. Плюс ко всему, вся-вся экосистема именно позволяет вам работать комфортно. То есть, есть и фирменные приложения от Apple. Есть и возможность установить те же самые Microsoft, Office, Word. Есть возможность установить гугловские приложения. То есть, весь спектр. То есть, если вы на Android планшете, к примеру, получите только Microsoft и гугловские приложения, то здесь вы получаете Apple приложения, гугловские и еще и Microsoft. По-моему, очень даже круто. Следующий момент, который не может не радовать, я вкратце его затронул, но сейчас более подробно хотел бы сказать о том, что у данного планшета есть 3 модификации по встроенной памяти. И самая базовая, минимальная модификация это 64 гигабайта. Чтобы вы понимали, в основном все планшеты имеют 32, ну в лучшем случае 64 гигабайта встроенной памяти. К примеру, тот же самый Xiaomi Mi Pad. То в Apple планшете это минимальный объем встроенной памяти, есть на 256, есть просто рекордные 512 гигабайт. Это очень круто. Я вот хотел бы хотя бы на 256 гигабайт себе планшет, и это было бы очень здорово. Следующий момент, который мне очень понравился, это хорошая и качественная камера. Ну, на уровне iPhone 6s-7, вот где-то в этом диапазоне. То есть, это не какая-то там унылая, говняная, отстойная камера. Эта камера умеет писать слоумо, она умеет писать видео в 4К, она умеет делать таймлапсы. То есть, по сути, тут даже вспышка есть. По сути, это полноценная смартфонная камера, и это очень круто. Плюс ко всему, фронтальная камера 7,2 мегапикселя, это тоже, как у последних iPhone, очень даже хорошее качественное селфи получается. Конечно, я понимаю, что на планшете делать снимки, там, фото, видео, это не так круто, как на телефоне, потому что планшет достаточно большой. Но людей, которые снимают фото и видео на свои планшеты, я видел в своей жизни очень даже много, на концертах, мероприятиях, на улице. И, вы знаете, я перепробовал большое количество планшетов, и даже Samsung Galaxy Tab S3 с его хорошими, в принципе, камерами, ну, чуть-чуть послабее данного девайса. И вы можете, кстати, посмотреть сравнение. Следующий момент, который я хотел бы сказать, это рекордная или высокая автономность данного девайса. Этот планшет может работать целый день. То есть, вы можете смотреть фото, видео, ну, играть в игры, конечно, целый день вряд ли получится, потому что игры все-таки очень много потребляют. Рендерить видео тоже вряд ли получится целый день. Но, поверьте, на других планшетах вообще нет возможности особо, как таковой, рендерить видео. Если бы такая возможность была, я уверен, что эти планшеты бы разряжались за час, за полтора, потому что рендер видео это нагрузка, сравнимая с топовыми игрушками. И могу сказать, что вот этот планшет очень-очень даже хорошо справляется по автономности. Если вы среднестатистический юзер, то я вам скажу, что вы будете этот планшет заряжать где-то раз в 4-5 дней, а может быть даже и реже. А если вы активный юзер, то где-то раз в 2 дня вы его будете заряжать. Если вы гиперактивный, то вам до конца дня его должно хватить. Что ни один планшет, то есть если говорить о Nvidia Shield Tablet, Samsung Galaxy, Asus, Lenovo, нет таких планшетов. Было еще Lenovo Yoga. Вот, они, кстати, очень даже неплохие. Но Lenovo скатились и йоги новые не выходят, а те йоги, которые есть, они все глючат и уже железо там безумно старое. То есть они не интересны, они разве что интересны, как читалки и с большой автономностью и все. Также меня впечатлило в этом планшете, это уже седьмой пункт, это 4 стереодинамика. Звучат они потрясающе громко, сильнейший звук, потрясающий. Прямо сейчас я давайте запущу какой-нибудь ролик и могу сказать, что это просто космос. Отличный звук, потрясающе высокое качество. Тем более я сейчас слушал с YouTube видео и вы понимаете, что там не самое лучшее качество. Если бы я запустил какой-нибудь трек непосредственно в хорошем качестве, я думаю, что это было бы значительно круче. Звучание и скажу, что мне планшет безумно нравится в плане мультимедиа, на классном экране, с классным звуком. Если купить еще кавры, которые можно поставить планшет, то есть можно даже не использовать дополнительных колонок, динамиков и так далее. Все здесь есть и это очень круто. Теперь, друзья, два минуса, которые я нашел в этом планшете. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Первый минус это то, что здесь установлена iOS и она отличается от Android своей экосистемой. Соответственно, к примеру, мне как владельцу Android телефона, который пользуется Android, к примеру, я купил около 20 приложений в Play Market. Я не смогу пользоваться этими же приложениями бесплатно в своем планшете. К примеру, если бы это был бы Android планшет и я сюда бы завел свой аккаунт, тогда бы я мог этими приложениями пользоваться. А здесь приходится пользоваться как бы отдельно, то есть покупать приложения. И вот это как бы небольшой минус в том плане, что нет как бы совместной экосистемы. И последний как бы минус, который опять же тоже очень субъективный, это то, что не каждый может себе позволить именно этот iPad Pro. По какой причине? Потому что его базовая стоимость 650 долларов. Это не дешево. То есть есть люди, которые я... Блин, у меня человек покупал когда-то планшет за 40 долларов для ребенка. Понимаете? Я его отговаривал. Я просто не знал, что он для ребенка. Но он подъезжает на Outlander Mitsubishi. То есть, ну, жмот такой, да, получается. И он покупает за 40 долларов планшет для ребенка. Я такой думаю, блин, капец, чувак. Ну, как бы он в принципе уже взял этот планшет. Такой, все, я покупаю. И потом говорит, ну, я думаю, что для ребенка нормально. Я такой, блин. Но тем не менее, друзья, я понимаю, что покупать товары в кредит, это не совсем правильно. Вот. И не покупайте в кредит. Лучше насобирайте и потом купите. Но минус, да, то, что не каждый себе может позволить. Даже я себе такой планшет позволить не могу. Несмотря на это, я могу сказать, что это самый крутой планшет. И он этих денег стоит. Однозначно. Качество, экран, звук, производительность, камера. То есть, все эти вещи, они и составляют цену данного планшета. То есть, сказать, что он переоценен. О том, что мы платим якобы за бренд. Я здесь в корне не согласен. Он соответствует всем его 650 долларам. То, что мы его не можем позволить, это не означает, что планшет плохой или переоцененный. Или мы, как бы, себе такой домысл сделали. На самом деле, планшет реально достоин. Те планшеты, которые продаются там до 100 долларов, это просто дно планшеты. Которые от 100 до 200 долларов еще можно как-то еле-еле пользоваться. Да, если уж прям вот вообще, как бы, нет возможности больше купить. А так-то, в принципе, я бы рекомендовал бы или какой-нибудь более-менее адекватный бушный iPad присмотреть. Или же iPad mini 4. iPad обычный 9.7 2017 года. Где-то 300 долларов стоит в два раза дешевле этого. Да, там слабее все. Но он тоже, кстати, работает хорошо. Вот, поэтому смотрите сами. Но лично я считаю, что вот это самый лучший планшет в 2017 году. И я буду только о нем мечтать. На этом я буду заканчивать свое видео. Надеюсь, оно было интересным, полезным и актуальным для вас. Особенно, если вы выбираете самый лучший качественный планшет. С вами был я, Владимир Тишевский. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие интересные видео. А также подписывайтесь на мои социальные сети. Всем пока. До скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok